Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия. Мы постарались создать для вас комфортные условия, чтобы вам было удобно поделиться своими лучшими педагогическими практиками, обменяться опытом и, конечно, приобрести новых наставников и друзей. После регистрации гостей в актовом зале 19-й гимназии Черкеска состоялась жеребьевка очередности выступлений участников конкурса и представлений членов жюри. Юлия Серебрякова приехала из Ульяновской области в национальном костюме. Я, где возможно, пропагандирую язык, культуру своего народа. А как назвать вот у вас на голове вот это украшение? Честно говоря, это девичье украшение – масмак. Масмак? Да. Женщины его носили только поверх платка, как закрепляющий элемент, но я решила, что я еще не совсем юна душой. Меритя Тусида преподает родной язык и литературу в Ямало-Ненецком автономном округе. Считает своей главной задачей сохранение ненецкого языка среди коренного населения Ямала. Моя, наверное, задача как учителя родного языка – это говорить, беседовать с родителями. Не только Тундрово-Поселковый, да, что если не станет нашего ненецкого языка, то нас как национальности не станет. Это такая задача, наверное, учителя. А в работе, наверное, я больше с детьми тоже стараюсь говорить о значении нашего языка. Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» направлен на поддержку развития языков народов России. Он завершится в Черкесске 24 сентября. Нашу республику на нем представят учителя базинского языка Ида Дахчукова. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. После знакомства учителя переместились на другую площадку Черкеска – стелу «Дружба народов». Яркая палитра национальных костюмов и флагов. Лучшие учителя родного языка со всей страны уже готовы показать все свои способности и знания. Родной язык бесценен для каждого и сберечь его важная задача, признаются педагоги. Именно поэтому основная цель конкурса – поддержка учителей родного языка и родной литературы, распространение передового опыта. Учителей дружно встречали творческие коллективы Карачаева, Черкесии. А уже в амфитеатре состоялось торжественное открытие заключительного этапа всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Он собрал лучших представителей профессии со всей нашей страны. О событии с места его проведения расскажет Альбина Ламкова. Сэмбэна ухибут. И начинается урок. Здравствуйте, дети. Невозможно научить детей чему-либо, если педагог не испытывает искренних чувств к тому, о чем говорит, уверена Аюна Дарджиева. Главная цель каждого урока по родному языку и литературе – привить любовь к родному слову и отдать свои знания по его изучению, добавила она. Приехала Аюна Жамьяновна из республики Бурятия. Очень важно каждому буряту знать свой родной язык. Я стараюсь творчески подходить к урокам, применяя на уроках игровые технологии в основном, арт-педагогика на уроках бурятского языка и театральная педагогика. Родной язык – это неотъемлемая часть родины. Родное значит свое. Любовь к нему тоже, безусловно. Его сохранить и развить – одна из главных задач. Ее решают учителя родного языка и родной литературы. Было отмечено на открытии заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы-2023». Вы волшебники, потому что именно во многом благодаря вам в нашей стране слова родной язык, язык моего рода, язык моей семьи, язык моей мамы, все еще наполнен смыслами и ценностями, ценностями, которые нас всех объединяют. Заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса собрал лучших представителей профессии. Это важное событие и одно из ключевых. По завершению конкурсных мероприятий определится победитель. Я уверен, что каждому участнику родных языков, я думаю, сегодня будет праздник, этой неделе будет праздник, показать возможность, традиции, обычаи, культуры каждого народа. В этом году при поддержке министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова в рамках конкурса проводится отдельная номинация для воспитателей дошкольных образовательных организаций «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста». Это пройдет в Республике Северная Осетия. Концертная программа была насыщенной и разнообразной, состоящая из номеров различных жанров. Затем ведущие мероприятия актер театра и кино Александр Касаткин и актриса театра и кино, заслуженная артистка России Екатерина Гусева, пригласили на сцену тех, для кого родной язык – это то, что находится в самом сердце. Тех, кто преодолел сотни тысяч километров для возможности обмена опытом с другими преподавателями, кто делится секретами профессионального мастерства. Всего в конкурсе планируется участие более 200 человек. Затем для всех гостей праздника прозвучала известная песня, объединяющая всех учеников в исполнении Екатерины Гусевой. И, конечно, прекрасная далёка, которая совсем рядом. Открытие заключительного этапа всероссийского конкурса стал ярким и запоминающимся. Впервые на площадке городского амфитеатра собрались учителя из разных уголков нашей необъятной страны. Впереди на пути к победе. Специалистов ждут новые профессиональные испытания. Альбина Ламкова, Олег Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днём будут порывы до 11-14. Температура ночью 4-9, в горах минус 1, плюс 4. А днём 21-26 градусов тепла и местами до плюс 16. В Черкесии без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днём будут порывы до 14. Температура ночью 6-8, а днём 23-25 градусов тепла. В честь дня рождения Карачаева-Черкесии и города Черкеска состоялся галоконцерт в рамках 22-го международного фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу». За один вечер на центральной площади республиканской столицы более 500 артистов из 12 регионов России и ближнего зарубежья. Дарья Тендит расскажет подробнее. Наша гостеприимная Карачаева-Черкесия приняла творческие коллективы из СКФО, ЮФО, новых субъектов России, Луганской народной республики и Херсонской области, Севастополя, Абхазии и Южной Осетии. Шоу-группа «Гуляй душа» впервые побывала в Карачаево-Черкесии. Мы очень рады были поучаствовать на таком глобальном мероприятии, фестивале, где столько собралось народности, столько представителей нашей великой страны. Встречали нас с хлебом с солью, вашими традициями, песнями, поздравлениями. Вроде как мы приехали на фестиваль, а встречать нас было очень трогательно, душевно. От всей души поздравляем всех жителей Карачаева-Черкесии и города Черкесия с днём рождения! От имени главы и правительства республики с приветственным и поздравительным словом выступил председатель народного собрания Александр Иванов. Он поблагодарил гостей и жителей Карачаева-Черкесии за патриотизм и любовь к родине. Разрешите сегодня искренне поздравить вас с днём Карачаева-Черкесской республики и города Черкесия. Я рад, что именно в наш праздник на территории республики проходит ежегодный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу», ставший уже международным. Уверен, что наша гостеприимная республика не оставит вас равнодушными. На главной сцене республики артисты подарили свои лучшие вокальные и хореографические номера тысячам зрителей. Для нас большая радость и честь, что в наш праздник, большой двойной праздник, День Республики, День города Черкесия, Министерство культуры Российской Федерации доверило нам провести здесь, в Карачаево-Черкесии, в городе Черкесии, один из самых главных фестивалей в нашей стране. В очередной раз этот фестиваль позволил показать, что Карачаево-Черкесия – это гостеприимная земля, где рады гостям, где всегда чтут традиции, хранят гостеприимство и рады встретить друзей. Создать настоящий праздник – наша задача, поделился главный режиссер фестиваля «Мир Кавказу». А изюминка – это объединение жителей, сохранение и передача традиций всех народностей. Конечно же, мы всей командой поздравляем жителей Карачаево-Черкесии с праздником, с тем, что у них есть такая прекрасная республика, такая удивительная земля, с такими красотами. Концерт за кулисами – это было по-настоящему. У людей на глазах были слезы, именно потому, что людям сейчас нужно настоящее. Волна радости, волна братства, потому что коллективы, которые были ранее незнакомы, они обнимались, как будто они были знакомы всегда. Карачаево-Черкесия, спасибо тебе за то, что сегодня люди чувствовали это единство. Зажигательная лесгинка, лирические патриотичные песни сменяли друг друга, создавая праздничную атмосферу. Завершил 22-й международный фестиваль искусств «Мир Кавказу» творческий номер «За тебя, Родина-Мать» в исполнении заслуженных артистов Карачаева-Черкесии – Ачара Мирепкулова и Артема Разина. Искусство способно соединять пространство. В этом можно убедиться, посетив выставку с одноименным названием, которая открылась в картинной галерее города Черкеска. Организатором экспозиции работ художника Игоря Харанько выступило региональное управление Росреестра. На выставке побывал наш корреспондент Артур Мхце. Соединяя пространство – так называется выставка работ живописца из ясентуков Игоря Харанько, которая открылась в картинной галерее столицы Карачаева-Черкесии. Для искусства не существует границ, оно способно объединять людей на огромном расстоянии. На картинах художника представлены пейзажи нескольких регионов Северного Кавказа, в том числе нашей республики. Эта выставка передвижная по всем республикам, поэтому представлены флаги республик Северного Кавказа. И в момент завершения по всем республикам, после этого мы здесь и представим флаг Луганской народной республики. Значит, я буду дарить 25 работ в Луганский музей, и таким образом мы соединяем пространство. Но это о дальнейшем маршруте передвижной выставки. Пока же у жителей Карачаева-Черкесии есть возможность в течение недели познакомиться с творчеством члена Союза художников России Игоря Харанько. Организация серии мероприятий по Северному Кавказу стала возможной благодаря Федеральной службе Росреестра. Передвижная выставка «Соединяя пространство» стартовала в Ставропольском крае, потом переезжала в Дагестан, Кабардино-Балкарию. Теперь настала очередь нашей республики. Руководитель регионального управления Росреестра Аминат Батчаева поблагодарила художника за сотрудничество. Тот, в свою очередь, подарил картиной галереи Черкеска одну из своих работ. Кроме того, он планирует провести мастер-классы с молодыми талантами. А фото с ними на память стало началом дальнейшей экскурсии живописца по представленной экспозиции. Рисование для меня, ну я интересуюсь с раннего детства, и для меня это как, ну неотъемлемая часть жизни, наверное, потому что если я все-таки увижу что-нибудь впечатляющее, то мне все-таки захочется запросить это как-нибудь визуально. Не знаю, буду ли я связывать с этим жизнь, но рисовать, я думаю, буду на протяжении все-таки всего своего пути. Я также интересуюсь рисованием с раннего детства, мне это очень нравится, для меня это как хобби. В основном в свободное время я рисую, и картины, которые здесь представлены, мне кажется, они очень интересные, очень фактурные, красивые. Посмотреть в картинной галерее на работы художника Игоря Харанько можно до 21 сентября. Чуть позже передвижная выставка отправится дальше по регионам Северного Кавказа, чтобы затем завершить путешествие в Луганской Народной Республике. Артур Мухцей, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все весы на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Спаска». Всего хорошего и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!